Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Совсем не педагогические, а рыночные отношения, по словам учителей, сложились у них с директором школы номер 43. Подчиненные говорят, начальница превратила учебное заведение в базар. И работать с цифрами им якобы теперь приходится далеко не на уроках экономики. Чтобы вернуться из декрета, она брала по 50 тысяч тенге. С этого года ставка выросла до 100 тысяч. Чтобы учителям взять дополнительные часы и хоть как-то заработать, тоже нужно было ей платить. Если возьмешь 27 часов, платишь 50 тысяч, за 24 часа 30 тысяч. Прямо как на базаре теперь в нашей школе. Новая школьная формула, жалуются учителя, привела коллектив к распаду. Педагоги, отработавшие по 20 лет, один за другим стали увольняться. Одна из таких преподавателей в поисках защиты записала видеообращение к президенту и в Министерство образования. Когда эта директор пришла в школу, нарушилось спокойствие в коллективе. Многие учителя уволились. Она вынудила уйти людей с 20-летним стажем, которые много лет работали без нареканий. Одной из уволенных стала я, потому что с ней работать невозможно. Сама директор с такими заявлениями не согласна. Говорит, что те, кто был уволен, ушли не без причины. Они не справлялись со служебными обязанностями. А вот обвинение в поборах предложила учителям сначала доказать. В нашей школе 114 учителей. Ничего против их обвинений в том, что я не нравлюсь кому-то, я не имею. У них есть право быть недовольными. Но когда речь идет о финансовых вопросах, в которых они меня обвиняют, за это я могу подать в суд. Во-первых, им нужно это доказать. Судебное разбирательство для Эльмира Умербековой – дело не новое. В скандальной ситуации директор школы оказалась не впервые. Похожие обвинения ей предъявлял еще 6 лет назад ее бывший коллектив. Тогда женщина была директором школы номер 25. Чтобы снять ее с той должности, учителя даже собирались дойти до Аккорды. Идите, идите, Эльбасы вас встретит. Отлично вас встретит. После скандала шестилетней давностью Эльмира Умербекова все же сняли с должности. Правда, через суд ей вскоре удалось восстановиться. А три года назад возглавить школу номер 43 и снова поучаствовать в скандале, который на этот раз дошел до министра. В данный момент комиссия начала проверку. До ее завершения директора временно отстранили от работы. Но такое поведение директора не соответствует педагогической этике. Я посмотрел видеообращение. Министр образования также отметил, директор должна была предотвратить скандал. За грубое обращение с коллективом руководитель пока получил устное предупреждение. Журналисты в столице Казахстана спросили депутатов казахстанского парламента, кто должен нести ответственность за смерть в стенах СИЗО активиста Дулата Агадила. Об этом мы подробно рассказывали на канале вчера вот в этом ролике. Напомню, его задержали вечером 24 февраля. На следующий день полиция сообщила, что он скончался от сердечной недостаточности. Гражданский активист из Акмолинской области Дулата Агадил поднимал различные социально-политические вопросы, вел трансляции с резонансных судебных процессов и антиправительственных акций. В прошлом году Агадила неоднократно привлекали к административной ответственности за участие в несанкционированных митингах. Он провел в общей сложности под административным арестом более 60 дней. И традиционный опрос избранников народа из Можилиса. Как они комментируют очень мутную историю вокруг смерти в СИЗО гражданского активиста. Так что давайте узнаем, что по этому поводу думают, хотя что не думают мы вряд ли когда-либо узнаем. А вот что говорят на камеру, давайте послушаем. Нам ведь скоро выбирать, оставлять их в Можилисе или сменить на других. В общем, смотрим и слушаем. Сейчас надо дождаться материалов изучения следствия, потому что по любому следствию здесь будет происходить. Заключения, наверное, будут общественные организации какие-то делать, которые допущены к этому процессу. После чего можно уже какие-то делать выводы. Сейчас сказать, кто виноват, кто прав, очень сложно. Я не могу взять на себя такую ответственность. Нужно понять, что произошло. Почему произошла такая трагедия? Почему она произошла в СИЗО? Это очень важно разобраться, чтобы больше таких случаев не было. Я об этой ситуации не знаю. Я еще не в курсе, поэтому я не могу вам сейчас ответить на эти комментарии. В этой ситуации надо разбираться, кто виноват. Действительно ли он умер от действий полиции или это было связано с его здоровьем. Я, конечно, сожалею очень, что такое случилось. И очень вообще прискорбно, что вообще в таком месте умер человек. Если у него было, конечно, видно было, что ему со здоровьем плохо, полиция должна была обратить на это внимание, вовремя вызвать врача и все такое. Но я думаю, что здесь должны разбираться компетентные органы, кто тут виноват. Человек, который взят под охрану, он находится под охраной государства. Не только физическая охрана, но и охрана здоровья его. Надо разбираться. Я не знаю, кто он такой, где он это, что случилось. Может, ему время пришло, болел. Но охрана государства должна быть обеспечена. Так проверка проводится же. Проверка и покажет. Может, он по состоянию своего здоровья просто не выдержан. Все, спасибо. В то же время полиция задержала граждан из нескольких регионов Казахстана, планировавших поехать на похороны погибшего в следственном изоляторе активиста Дулата Агадила. Некоторых из этих активистов вызвали на опрос в качестве свидетелей. Двух жителей семьи, которые собирались выехать в Нур-Султан, на похороны активиста Дулата Агадила полиция задержала на вокзале и доставила в отделение. Ирлан Кенешпаев, один из задержанных, утверждает, что непредставившиеся люди применили к нему силу. Дулат Агадила. Кинишпаев говорит, что в тот день неизвестные с самого утра следили за его домом. Он сообщил, что подал заявление в полицию из-за полученных при задержании травм и слежки неустановленных людей. Активистов из Шимкента, которые выехали проститься с Дулатом Агадилом, полиция остановила на трассе. По их словам, сотрудники не заполнили протокол о каком-либо правонарушении. Продолжение следует... Сообщения о задержаниях людей, которые отправились на похороны Агадилы, поступают и из других регионов. А за ТЭКу стало известно задержание порядка 15 человек в шести городах Казахстана. В социальных сетях немало постов о том, что полиция выжидала некоторых возле дома и препятствовала выезду. Советник министра внутренних дел не стал комментировать задержание активистов. Связаться с пресс-службой ведомства не представилось возможным. Похороны Дулата Агадила, смерть которого наступила в СИЗО, пройдут 27 февраля в мечети поселка Талабкер недалеко от столицы. Десятки человек на акциях в последние дни в Казахстане потребовали объективного расследования обстоятельств смерти 43-летнего активиста. Спасибо, будем на связи и помните, не все так просто, все гораздо проще.